Привет всем любителям умных игр! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и пришло время рассказать о ситуации на канале. Я видел, делал подобное видео два месяца назад во время партии за Египет. Я, конечно, по-моему, поэтому и проиграл ее в итоге, извините за спойлер. Поэтому сейчас отдельно решил записать. Итак, Россия нападает на Украину, против России вводятся санкции, Google уходит и спонсорство на канале, на всех каналах YouTube в России выключается. Вот сейчас вы можете увидеть картинку моего канала, как у меня в течение марта вот так медленно-медленно-медленно-медленно спонсоры отваливались, потому что не могли оплатить продолжение всего этого банкета. То же самое касается и рекламы на YouTube в России. Только там оно сразу обрубилось, по-моему, 10 марта, что ли. И в итоге примерно 60% доходов с канала ушло. Я в конце марта просил людей, кто смотрит, помочь. И действительно мне пересылали денежку очень даже неплохо. Кого-то я благодарил уже, кого-то еще не успел. Вот сейчас сделаю это. Итак, через PayPal денежку прислали Антон Иртехов, Илья Алабин, Максим Голодюк, Алексей Романов, Владимир Станков, Артем Космына с комментарием на либерально-повстанский кофе, Александр Медведев, Василий Никульча написал, «Лежу в больнице в Ужгороде после эвакуации из Харькова. Твои видео одно из немногих развлечений. Спасибо за твою работу». Костянтин Красильников, не Константин, а Костянтин. Костянтин прикольно. «На подтримку канал из Украины дякую за твою позицию». По-зи-си-ю, видимо, правильно, да? Клавикус Корпс спрашивал, почему нет дуэлик в шестой цифке. Не знаю. Ну, вот реально по ощущениям мне дуэльки и командные игры в шестой цифке менее интересны. Я для себя это объясняю тем, что по-другому рассчитывается урон юнитов, и если кто-то из соперников, ну, хоть чуть-чуть вперед вырывается, уже не так прикольно действовать войсками. В пятерке ты можешь отставать по развитию, но за счет, например, производства и количества войск нормально сопротивляться в надежде, что ты дальше лучше сыграешь. Ну, как-то вот так. Так, Антон Иванченко, Олег Сиренко, Александр Романенко, Константин Романюк, Андрей Недождий, Дмитро Мандыбура, Денис Пожарский, Александр Савиных, Максим Сонкин, Дмитрий Дикер. Ну, тут они все это с сообщениями прислали, просто я их уже зачитывал в предыдущих видео и говорил вам об этом. И еще несколько человек в сообщениях просили их не упоминать, что они прислали. Ну, я просто имена скажу. Алексей, Алексей, Дмитрий, Анна и все. По-моему, некоторые из этих людей несколько прислали раз через PayPal. Большое спасибо. Тут действительно даже трехзначные суммы были. Большое спасибо за поддержку. Это вот было в конце марта. Кроме того, несколько человек перешли на более высокий уровень спонсорства в YouTube. Им тоже большое спасибо за поддержку. Макс, Юрий Сорокин, Клаудварф, ГМБХ, Александр Медведев, Александр Кравчук, Грейт, Годжа, видимо. Максим Голодюк и здесь тоже есть. И Андрей Вилент. Я думаю, что кое-кто из тех, кто перечислил и через PayPal тоже присылал денежку. Большое спасибо за поддержку в этом плане. Также присылали. Один пришел через криптовалюту. Ну и в итоге, по ощущениям, не на 60%, а где-то 30% ребята реально отбили. Так что я и старался за счет этого все-таки видео выкладывать. Правда, не в таком же объеме, как до этого было. Есть еще немножко другие причины. Но большое спасибо. В такое тяжелое время народ все-таки накидал. Я думаю, что я вот такие видео буду каждый месяц записывать. Потому что апрель я пропустил. Было интересно посмотреть, как оно будет по деньгам в общем. Но в принципе идея простая. Меньше доход, меньше видео делаю. Благодаря вот ребятам и девчатам, которые поддерживают канал материально, вдохновение на создание видео не уходит. Как же можно поддержать канал на данный момент? Понятно, спонсорство на YouTube. Но оно не всем доступно. И в первую очередь я, конечно же, обращаюсь к людям, живущим за границей. Потому что для них суммы не такие большие, как, например, для тех же украинцев или белорусов. Кстати, удивлен. Я считал, что в Беларуси тоже все это запретят, отменят. Карточки перестанут работать. Но нет. Александр Григорьевич, как уж до сковородки и тем, и другим, Беларусь пока не под санкциями и все работает, как ни странно. Только Россию задело. Также появилась новая функция суперспасибо под каждым роликом. Это считайте, как донат на стриме. Только для записанных видео у вас такой комментарий появляется с обозначением, что вы прислали донат. И я буду в первую очередь на них отвечать, смотреть, как и на комментарии спонсоров. Но вы должны понимать, что и спонсорство на Ютьюбе, и вот эти суперспасибо, с них определенный процент забирает себе Ютьюб. Если мне не изменяет правильность, 45% себе Ютьюб забирает. А потом еще забирает партнерская программа, что-то в районе 10%. А потом еще и пересылка платежной системой, не знаю, 3%. Что-то в этом плане. Поэтому я и прошу, если вы какой-то донат хотите сделать или еще что-то, просто PayPal мне посылать. То есть там только процент за пересылку будет и все. А никаких посредников не будет, чтобы деньги не терять. Поэтому многие вот так и делали, пересылали. Ссылка на мой PayPal, как послать, тоже... Вообще все, что я сейчас рассказываю, в описании и в прикрепленном комментарии. Переходить по ссылкам и посылать. То есть самое лучшее для меня это через PayPal получить. Не волнуйтесь, я с них тоже плачу налоги для тех, кто в США находится. PayPal предоставляет эту форму, какая она, i100... Забыл, какая она. Тут этих форм разных, в зависимости от того, где работаете. Налоги с них я тоже оплачиваю. Для тех, кто находится в России, оказывается, Donation Alerts продолжает работать каким-то образом. И через него можно послать какую-то денежку. Я не знаю, но я его отключил в марте, потому что я думал, что просто из него невозможно будет вывезти. Но нет. Выводы происходят. То есть если вы через Donation Alerts пошлёте мне донат, ну и тем более я его, понятно, зачитаю тоже где-то в игре, то он до меня дойдёт. И это, по-моему, один из вариантов посылания, меня хотел сказать, из России. Второй – это криптовалюта. Но, как я говорил, только один какой-то перевод мне пришёл. Я так понимаю, что криптовалютой просто всем в лом заниматься и разбираться, как оно всё работает. Но, тем не менее, Биткоин и Этериум тоже есть ссылки на то, как ими воспользоваться. Кстати, а ещё в России можно пользоваться VPN и через VPN смотреть мои видеоролики, чтобы вам таки показывалась реклама. Наверное, рекомендую лучше всего Японию, потому что там самая кринжовая и странная реклама. Ну и, наконец, если вы вдруг хотите что-то отрекламировать, как-то вот так поддержать канал, чтобы и финансово, и вам было выгодно, то куда писать? Тоже есть в описании, в прикреплённом комментарии. Всех, кто будет поддерживать канал финансовый, я, конечно же, буду упоминать, несомненно. Кроме тех случаев, когда вы не оговорите обратное в комментарии к донату. Если вы не хотите, чтобы вас упоминали, то, понятно, я этого делать не буду. Ещё раз большое всем спасибо за финансовую поддержку. В нынешние времена, мне кажется, это дорогого стоит. Я все эти донаты даже вдвойне или втройне воспринимаю. И в первую очередь, всё-таки я прошу, прежде чем помогать мне, помогите беженцам Украины, армии Украины, лучше переведите какую-то денюжку им. Тут я плавно перешёл ко второй части. То есть, во-первых, меня вдохновляет ваша финансовая поддержка делать видео. Но больше всего, знаете, что меня останавливает, в создании этого. Знаете, когда я сажусь видео записывать и думаю, господи, я вот сижу в игрульке играю, это на видео записываю, идёт война, и там люди умирают. И у меня все вот эти три месяца чувство такой бесполезности вот создания видео есть. и только ваши комментарии, что ли, меня поддерживают. В данном случае я прошу, пишите побольше под видео комментариев, в том плане, что вам эти видео нужны именно, знаете, как, чтобы отвлечься от происходящего, что вам необходимо их видеть, что это как часть вашей жизни, что ли. Я мозгом понимаю, я вижу же просмотры, как идут, поддержку, я мозгом понимаю, что так и есть, но мне нужна ещё вот эта вот словесная поддержка тоже. потому что у меня действительно полное ощущение бессмысленности моей вот этой работы, даже не бессмысленности, а неуместности, вот лучше правильно так будет сказать, неуместности. В первую очередь, конечно, я от украинцев этого жду, но я думаю, в нынешние времена у многих людей чувство глубокой депрессии от происходящего, и я надеюсь, им мои видео тоже помогают отвлечься, ну и дополнительно отвечу тем, кто возмущается, что я в своих видео говорю слава Украине. Необходимое для меня условие ещё одно создание видео. Извините, я не могу изображать, что ничего не происходит, просто вот психологически я так не могу. и меньшее, что я могу сделать на игровом канале, это поддержать украинцев хотя бы таким образом. То есть, тут, знаете, такой вариант, либо я делаю видео про игры и говорю в них славу Украины, либо вообще не делаю видео, просто потому, что мне так комфортнее. Я не осуждаю абсолютно тех создателей контента, которые так не делают. я вот вижу, мне в комментариях пишут, что, мол, я прекратил смотреть какого-то видеоблогера или стримера за то, что он не высказался по ситуации в Украине. Я в их защиту скажу просто, что, во-первых, людей сковал огромнейший, большущий страх, в первую очередь, тех, кто в России живёт. И как мне сказали в одном из комментариев, сидит в своей Америке и кукарекает, вот я могу сидеть и кукарекать, да, и я в очень хороших условиях, я таким образом могу своё душевное состояние уравновешивать. А те люди очень боятся, им очень не нравится, что происходит, но они не знают, что им сделать, и ещё вы им наваливаете в комментариях, что они не высказались. Мой выбор так делать в первую очередь из-за того, что я после этого себя чувствую лучше. Вот такое обращение, вот эту партию, которую вы на фоне видите, я выложу только для спонсоров, это будет такой одним большим куском чисто для спонсоров. Это была партия за Нидерланды, сыгранная в ЦПЛ Лиге когда-то, то есть с бета-баланс гейм, с другими немножко механиками, с модом когда-то было сыграно, ну и выложу после того, как вот за Индию нынешняя партия закончу выкладывать. Это моя одна из благодарностей спонсорам. Ещё напомню, что есть отдельный плейлист для спонсоров, где видео только для них, которые никогда не появятся в общем доступе, ссылка на него тоже будет в описании в прикреплённом комментарии. Спасибо, что поддерживаете, на этом всё, играйте в умные игры и слава по Украине. Продолжение следует...